Вот, куда говорите, вселенский разум. Библия представляет нам три ответа на то, что такое душа. Первое. Душа, в принципе, человек. Вот, помните, говорят, душа пошла. Четыре души будет. Что так подразумевается четыре душа? В принципе, человек, да? Второе, понимание души. И кровью не ешь, потому что кровью что? Душа. Как вы думаете, когда у человека заканчивается кровообращение, что прекращается? Жизнедеятельность души. Поэтому говорят, что в крови душа. Почему в крови душа? Потому что если у человека нет кровообращения, жизнедеятельность человека останавливается, человек умирает. Вот об этом идет речь. Душа – это не какая-то нечто, субстанция, которая куда-то уходит, куда-то заходит. Речь идет о том, что прекращается существование и жизнь, в принципе. Потом что происходит следующее? Происходит суд. То есть мы знаем такую понятику – второе прошествие Христа. Вы знакомы с этим? Что такое второе прошествие Христа? В определенное время, на определенном этапе мироздания всего Христос явится на эту землю. Для чего? Первое – собрать церковь. Нас. Нас. Второе – будет, это уже я вам так вкратце расскажу про церковь. Второе – суд. Над неверующими. Над теми, кто на протяжении этой земной жизни… Вот кому говорилось, то есть да, кто-то, кто-то там среди юровых братьев, кто-то встретили в личном беседе, говорит, хватайся, ты в ад идешь. Вот этим людям будут критерии суда, что он делал, что ему говорилось, как он для этого реагировал. Вот будет для неверующих. Все поднимутся. Сначала поднимутся. Порядок такой. Смотрите. Христос приходит за церковью. Люди, которые в то время живые будут встретить Христа, те, кто будут мертвы, в телах обновляться, то есть получают тело нетленное и за крестом уходят на небо. Второе – это грешники, остается ждать своего суда. Вот здесь, вокруг этого все и крутится. Где человек будет? Как вы думаете, если мы сейчас убираем идею суда, то получается, что кто-то умирает и минует суд. Смотрите, такая ситуация. Смотрите, человек сейчас умирает. И мы говорим, о, все, пошел в ад, да? Или пошел в ад. И смотрите, потом происходит пришествие Христа, суд Божий. И как это получается? Товарищи с А, да? Спуститесь, пожалуйста, сюда, сейчас будет суда. А вы сра и сюда, да? И как отсюда? Так он уже в дух. Ничего родственного. Он же уже в смысле. Понимаете? Смысла нет. Поэтому вот об этом идет речь. Там, где сегодня находятся умершие люди, они ничего не чувствуют, ничего не понимают. Просто Библия описывает смерть, как сон. Так, да? То есть состояние, у нас очень часто аллегорически переносным смыслом, Библия описывает состояние смерти, как сон. Человек спит. Спит. Вы когда-нибудь, когда вы скрыли, вы когда просыпаетесь, вы просто разбудили, вы когда спите, вы во время не ориентируетесь, вы проснулись, и вот когда только вы когда просыпаетесь, вы начинаете понимать, да? Что происходит? Так, 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 так. Ну, никто когда спит, не ориентируется, что там происходит. Когда я сплю, так, у меня там собака непокормленная, там, там надо так. Никто. Ну, я говорю, есть такие случаи, когда там сон какой-то, это уже в рейтинге. Но когда человек спит, он не ориентируется на время и пространство. Вот Библия описывает состояние смерти именно так. Вдруг во мгновение ока, я сейчас уже цитирую вам, все мы, ну, умершие, проснемся. Раз, как у денег, по одному, по одному, по одному. Хоп! И мы начнем воспринимать ситуацию, воспринимать, что происходит. Вот так вот Библия действует. По камень, до пришествия Христа, никто, ну, кроме там отдельных Моисеев, или есть отдельные персонажи, которые, ну, не прошли процедуру суда, так скажем. То есть они пошли по билетам.